Заслуженная победа. Хорошая игра, хорошие моменты. Ребята полностью выполнили тот план на игру, который мы выбрали. Хорошее движение. Как следствие, в высоком прессинге создавали, ограничивали соперника во времени. Естественно, заставляли ошибаться. Ну и как следствие ошибок вблизи ворот своих, значит, мы наказывали соперника во встречных атаках. Пять голов забили. Понятно, что за любую победу 5-0 или 1-0, неважно, дают три очка. Поэтому поздравляю команду с победой заслуженной. Очень рад за то отношение, которое было при подготовке к матчу. Не допустили никакой недооценки соперника, понимая то, что команда новая. По сути, новый тренерский штаб у Сморгони. Естественно, что, как и все амбициозные люди, тренерский штаб хочет себя проявить. Поэтому все это мы учитывали. Еще раз говорю, очень рад и доволен тем, как мы сегодня действовали на футбольном поле. Коллеги, будут ли вопросы? Если второе застрелиться, как считается, почему второй тайм получился фактически без голевым, если вы считаете первого гола? Ну, как вот фактически, как без голевым, если во втором тайме гол забит. Ну, реализация немножко, Демченко сколько моментов имел. Были моменты, мы не останавливались, то есть не было установки играть по счету и так далее. То есть мы вышли играть второй тайм, как будто нет результата первого тайма. Поэтому, мне кажется, что во втором тайме у нас тоже достаточно было голевых ситуаций. Единственное, что реализация подвела. Вот и все. Скажите, какая ситуация была перед матчем, не было заявки Быкова, Селявы, Хвощинского. Можете кого-то еще запомнить? Селява, перелом пальца на ноге. Хвощинский тоже повреждение. Ждем через две недели возвращения в строй. Быков уже в общей группе со следующего рабочего дня. Он тогда попал к ним в компанию Мельниченко? Нет пока заключения. Естественно, что есть опасения, что возможно серьезная травма. Не хотелось бы, конечно, но ждем заключения. Выключу вопросы. А до, после первого гола выполнен такой пирог акробатический? Как вы к этому относитесь? Будете запрещать? Нет, наоборот, буду поощрять, если человек уверен в своих действиях. То есть скоростно-силовые способности координационные. Главное, чтобы умение праздновать голы таким образом. Это сложно координационное движение. Главное, чтобы не было каких-то травм. Потому что в современном футболе есть случаи, когда футболисты, выполняя кульбиты, все-таки травмируются. Вот не хотелось бы этого. А так, конечно, запрещать не буду. Ушиб в области виска и есть подозрения на сотрясение.